Первые пожарные расчеты прибывают на место происшествия уже через считанные минуты. В этот раз их задача не борьба с огнем, а установка второго контура водяного заслона. Эта база водоканала считается объектом повышенной опасности. Именно здесь происходит хлорирование воды. И задача пожарных не выпустить ядовитый газ за периметр. Последствия могут быть в прямом смысле катастрофическими для жителей поселка Уташ. Самая сложная ситуация, которая есть у нас муниципального образования. Сложность ее заключается в быстротечности этой ситуации и возможном большом количестве с летальным исходом. При одном контейнере, а их может быть до 20 на водоканале, при одном контейнере радиус поражения вот при такой погоде может с летальным исходом составить до одного километра. Первыми к ликвидации очага заражения приступают сотрудники водоканала. Хлор – это тяжелый газ, поэтому он в большинстве случаев стелится по земле. Часть работников уже по первому сигналу тревоги установили первое кольцо водяной защиты вокруг бокса с хлором. Другие работают внутри здания по ликвидации утечки газа. Своими силами эвакуируют условного пострадавшего, который оказался в эпицентре аварии. Пожарные, в свою очередь, создают вторую линию водяной завесы, делая дополнительную защиту. Прибыли 4 единицы пожарно-спасательной техники. Производилась установка на водоисточники и мероприятие по осаждению, по направлению ветра, по осаждению распространения охов. Силами личного состава Анапского пожарно-спасательного гарнизона мероприятие проводилось средство защиты органов дыхания в костюмах защиты Л-1. После ликвидации условной угрозы пожарные провели инспекцию по территории объекта. Были проверены пожарные гидранты и дополнительные источники водоснабжения, к которым огнеборцы смогли подключиться. Впрочем, специалисты водоканала уверены, возникновение такой ситуации практически исключено. У нас есть паспорт безопасности, который делают нам специализированные организации, научно-исследовательские институты. Вот в соответствии с паспортом безопасности 2,6 на 10 в минус седьмой степени вероятность того, что может произойти данное событие, то, что произошло сегодня. После проведения учений в выездном штабе было проведено оперативное совещание, на котором подвели итоги. Общая оценка – хорошо. Самое важное – это понимание, что происходит. Это умение каждого руководителя службы, в случае чего, взять руководство на себя. Вот это основной момент, который я хотел бы подчеркнуть. Это и до учений, и по итогам учений, которые мы коротко провели в совещании, есть понимание у каждого руководителя службы, кто первый зайдет в район возможного заражения, как себя действовать, какие силы должны привлекаться, как будет осуществляться обмен информацией между службами. Я считаю, что на данном этапе эта задача достигнута. По итогам учений будет проведен полный анализ действий каждого подразделения. Существующие замечания будут доведены до руководителей и личных составов всех специальных служб. Руслан Душевский, Анапа. Регион.